Добрый день, уважаемые президиумы, коллеги. Стараюсь достаточно быстро все прочитать. Актуальность проблемы ни для кого не секрет. К сожалению, и в этом поспособствовал ковид. Частота достаточно запущенных случаев рака шейки матки не уменьшается, а наоборот, только растет. И в России ежегодно выявляют более 14 тысяч новых случаев рака шейки матки. При этом стабильно выявляется достаточно высокое количество запущенных стадий. И что риск смерти от этого заболевания, что риск самого заболевания растет. И при этом все сильнее и сильнее молодеет. То есть, если раньше рак шейки матки чаще выявлялся у женщин после 45 лет, то сейчас все больше и больше девушек, молодых, начиная уже с 20 лет, с уже запущенными стадиями. Какие возможности есть у рентген вообще в интервенционной радиологии? Их нужно разделить на возможности ангиографических систем и возможности рентген-хирурга в самом методе лечения. Сами возможности условно. Да, это навигация, если ангиографическая система позволяет это осуществить. И оценка перфузии опухоли, как тоже критерий оценки эффективности нашего лечения. А возможности рентген-хирурга все равно упираются в некотором смысле в клинические рекомендации, где, к сожалению, прописана только эмболизация как метод остановки кровотечения при раке шейки матки, либо как вариант системного аневодевантного лечения перед хирургическим лечением. Все, больше ничего в клинических рекомендациях нет. Причем ни схема химиотерапии, ни тот вариант, который должен выполнять рентген-хирург, нигде никак не отражен. Просто что при технической возможности и квалификации специалистов возможно рассмотрение альтернативного путя введения химиопрепаратов. Химиоэмболизации здесь как бы нет. Но при этом все, ну много кто эти методы использует, и во всем мире, я не буду сейчас много ссылаться, но возможности анографической системы в навигации, я уже неоднократно показывал, это то, что помогает нам как раз уменьшить количество необходимых контрастирований и селективно выполнить катетеризацию. Выполняется двухфазная плоскодетекторная компьютерная томография, оконтуривается патологический очаг. Здесь два оконтуривания проводятся, потому что у пациентки, кроме рака шейки матки, еще миома матки достаточно больших размеров, и после этого выбирается кончик ангиографического катетера и простраивается навигационная линия от кончика непосредственно до самой опухоли. Вот такая картина получается, да, то есть мы можем выбрать необходимую проекцию, происходит наслоение трехмерного изображения на двухмерное рентгеноскопическое изображение, и мы спокойно выполняем катетеризацию. Перфузия помогает нам оценить действительный эффект от химии инфузии, либо химии эмболизации. Здесь показано изменение перфузии при химии эмболизации масляной, то есть мы видим значимое уменьшение перфузии опухоли, но при химии инфузии внутриартериальной мы точно так же видим, что на самом деле перфузия уменьшается, ну, как минимум на 20% от изначальной. Ну, с кровотечением, я думаю, здесь останавливаться не нужно. Все понимают, что если есть профузное, особенно, кровотечение при раке, шейке, матке, здесь нужно бежать к рентгенхирургам, потому что это даже за 10 минут может привести к гибели пациентки. Но давайте все-таки поговорим о химии инфузии, химии эмболизации. Итак, мы работаем в объединенном центре, в составе которого есть Московский научно-исследовательский институт имени Герцена, в котором Андрей Георгиевич заведует отделением, и Медицинский и Ирологический научный центр, в котором Валерий Владимирович Кучеров является заведующим. И исторически так получилось, что в институте Герцена более сильным была всегда хирургическая, гинекологическая школа, а в институте имени ЦИБА радиологическая. И, собственно, по этой причине мы в исследовании методов лечения внутриартериального рака шейки матки пошли по двум путям, которые показали оба свою эффективность, причем очень хорошую. Андрей Георгиевич тоже неоднократно докладывал о своих результатах. Я больше остановлюсь, естественно, в своем докладе на том, что делаем мы и на чем основывается наше лечение. В мире активно исследуется химио-лучевая терапия, и все рандомизированные исследования показали, что при раке шейки матки, начиная со второй B стадии, именно химио-лучевая терапия гораздо эффективнее, чем другие методы лечения. И при этом проведение неодевантной химиотерапии перед лучевой терапией или хирургическим лечением в классическом режиме не показывает эффективность только при последующем проведении хирургического лечения. То есть, простыми словами, если планируется химио-лучевое лечение, неодевантную химиотерапию проводить не нужно. Если планируется хирургия, то мы проводим неодевантное лечение. Но зачастую наши радиотерапевты сталкивались с такой проблемой, что опухоль большая, вызывает кровотечение, и эффективность химио-лучевого лечения снижается. В том числе за счет чего? За счет того, что опухоль шейки матки – это опухоль, которая развивается в ограниченном пространстве и, достигая определенных размеров, начинает сама вызывать внутри себя ишемию, которая, в свою очередь, уменьшает эффективность проводимого химио-лучевого лечения. То есть, вроде бы опухоль и опухоль кровящая, но при этом чем больше опухоль, тем больше внутри самой опухоли ишемии. Поэтому попросили нас провести, предложить какой-то метод быстро уменьшить опухоль в объеме для того, чтобы провести химио-лучевое лечение. Мы проводили химио-меболизацию с исплатином, с использованием липиадола, брали минимальную системную дозу, которая применяется, это 50 мг на метр квадратный, и контролировали эффективность на основании трансвагинального ультразвукового исследования с дуплексным картированием для того, чтобы оценить кровоток внутри опухоли. И далее пацанки переходили на химио-лучевое лечение. Значит, очень интересно, что начинали мы этот протокол еще до того, как наткнулись на вот эту статью, что при проведении химио-меболизации концентрация специфического маркера опухолевого роста сурвивина снижается на 7-14 дней после химио-меболизации, но вырастает к 21 дню после проведения химио-меболизации, ставаясь ниже, чем на 7-е сутки. Это говорит о том, что те сроки, которые выбрали мы в своем протоколе, оказались как раз оптимальными для того, чтобы лечить этих пациенток. Потому что дальше рост маркеров говорит о том, что наша химио-меболизация уже неэффективна, то есть опухоль продолжает расти. Значит, здесь показано как раз то, что липиадол вызывает временную эмболизацию опухолевых сосудов. То есть на первой картинке у нас нативное ПДКТ сразу после того, как мы выполнили химио-меболизацию с липиадолом, и на следующий день утром, перед тем, как пациентку отпустить, значит, мы видим, что незначительное количество липиадола сохраняется только в области цервикального канала. Скорее всего, это то, что вместе с кровью просто извелось и осталось в самом цервикальном канале. И по данным ультразвукового исследования мы видим, что через 14 дней после проведения химио-меболизации опухоль существенно уменьшается, но при этом в ней сохраняется кровоток. То есть за счет того, что мы выполнили временную эмболизацию, мы не компрометируем дальнейшее проведение химио-лучевой терапии. Всего проведено у нас 69 пациенткам. У всех пациенток, кроме одной, отмечалось уменьшение опухоли, причем существенное. Фактически, как минимум в два раза уменьшалась опухоль. И при этом наиболее эффективна все-таки процедура была у пациенток... Отличалась эффективность процедуры у пациенток старшего и более молодого возраста. К сожалению, менее благоприятный прогноз был у пациенток молодого возраста. При этом мы отметили очень интересную особенность, что эффективность зависит от степени исходного кровоснабжения опухоли. То есть нами была посчитана суммарная длина, то есть протяженность артерии до той зоны, которая эмболизируется, и диаметр. То есть мы посчитали объем той артерии, которая заполняется эмболизатом, и отметили, что в зависимости от диаметра, то есть от объема этой артерии, эффективность тем больше, чем больше изначальный диаметр, чем больше исходное кровоснабжение опухоли. И единственный случай, когда у нас опухоль спрогрессировала за момент от проведения химиоэмболизации, за эти две недели, причем очень существенно, практически на 57% за две недели опухоль выросла, это как раз в том случае, когда какого-то значимого кровотока-то мы и не нашли при проведении процедуры. При этом мы в дальнейшем сравнили и эффективность комбинированного лечения химиоэмболизации с последующей химио-лучевой терапией и просто химио-лучевой терапией. И отметили, что и безрецидивная, и общая выживаемость на самом деле в группе комбинированного лечения существенно выше. Причем следует сказать, что нам было достаточно сложно найти таких пациенток ретроспективно, которым проводилась химио-лучевая терапия, у которых были бы такие же объемы опухоли. То есть все-таки обычно таких пациенток отправляли либо на химиотерапию системную по месту жительства, либо вообще на симптоматическое лечение, потому что боялись того, что возникнет кровотечение непосредственно во время госпитализации. Потому что работая, имея большой опыт, они понимали, что на первых пяти укладках после того, как уходит первичный отек из опухоли, риски кровотечения существенно повышаются на фоне проведения химио-лучевой терапии. Соответственно, я сейчас пропущу, чтобы больше времени оставить на выводы, информацию для размышления. Что мы отметили на самом деле? Те пациентки, которые в итоге у нас после трех лет спрогрессировали, которые у нас были в протоколе включены, все, кто спрогрессировал, они спрогрессировали не по первичному очагу, а по лимфоузлам. Те пациентки, у которых изначально было по МРТ Н0, у всех пациенток лечение прошло эффективно, без лучевых повреждений дальнейших, и пациентки все сейчас находятся в группе безрецидивной выживаемости. Те пациентки, у которых изначально было Н1, неважно справа или слева, все пациентки, ну не все пациентки, просто все пациентки, которые спрогрессировали, были именно из этой группы. Поэтому все-таки мы считаем, что химиоэмболизацию следует рассматривать только в том случае, если у пациенток отсутствует поражение лимфатических узлов. Если у пациенток есть поражение лимфатических узлов или распространение, пускай они полные, прорастание в смежные органы, все-таки следует рассматривать вопросы и исследовать возможности комбинированной или внутриартериальной химиоинфузии для уменьшения опухоли в объеме и рассмотрения возможностей либо хирургического лечения, либо химиоучевой терапии. Ну и в любом случае, чтобы это было не нашим только личным мнением, а чтобы мы могли на это полноценно ссылаться, в том числе в мире, необходимо проведение уже межцентровых исследований для того, чтобы все это нормально и качественно внести в клинические рекомендации. Ну и хотелось бы закончить словами Гедри Форда, что собраться вместе, а мы с вами уже собрались здесь с то начало, держаться вместе – это прогресс, а работать вместе – это успех. Поэтому давайте успешно работать вместе. Спасибо. 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 Спасибо.